Армянские военные используют ситуацию в Казахстане в своих корыстных целях. Как передает Ахарас, таким мнением поделился российский аналитик Евгений Михайлов. Так, накануне казахстанский телеканал «Хабар-24» сообщил, что на блокпосту в городе Уральске задержан автомобиль с армянскими номерами. Его пассажиры были вооружены. Оказалось, что в машине были патроны, граната со слезоточивым газом и холодное оружие. Кроме того, в багажнике найдены 50 мобильных телефонов, 6 планшетов, 23 комплекта смарт-часов и сумки с одеждой, на которой были специальные магнитные бирки. Со слов задержанных, вещи, смартфоны и другую технику они украли во время беспорядков. Это говорит прежде всего о том, что некоторые личности воспользовались хаосом в стране и решили принять участие в грабежах. Задержанные – очередные бандиты, которых хватает везде, в том числе и в России, сказал Михайлов. А в Уральске задержали вооруженных людей. Ночью на блокпосте в районе села Подстепное сотрудники полиции остановили автомобиль «Тойота» с армянскими номерами. В салоне находились трое мужчин, а также женщина с ребенком. Полицейских насторожило, что водитель отказался открыть багажник. Также во время личного досмотра у одного из пассажиров нашли нож. Для выяснения обстоятельств и более тщательного досмотра задержанных доставили в ближайший пункт полиции. При сопровождении водитель задержанной машины пытался скрыться, силовики пресекли попытку. Отмечу, что во время обыска автомобиля были обнаружены слезоточивая граната раздражающего действия. Патрон гладкоствольного оружия 12-го калибра, более 50 единиц сотовых телефонов, 6 планшетов, 23 единицы смарт-часов, а также другие гаджеты и аксессуары. Кроме того, было обнаружено и изъято несколько сумок с одеждой, на которых, к слову, имелись неснятые противокражные магнитные бирки. Установлено, что подозреваемые – приверженцы деструктивных религиозных течений. Их арестовали. Ведется следствие. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok